красивая такая роза возле дома у меня сегодня выходной доброе утро все ко мне приехал папа и мы тут гуляем по ветсикону поехали покупать ему проездной позже вам расскажу что мы купили где мы были все покажу смотрите какие тут интересные розы сначала она вообще насыщена оранжевого цвета потом она такая более бело-оранжевая и все становится белее и белее и такие крупные такие красивые ароматные вообще красота какие-то сорта очень интересные здесь она как бело-розовая когда только распускается потом становится белая уже когда цветают огромные кусты такие аромат конечно от них вообще супер такие цветы какие-то прям рюшики-рюшики что это такое и цветок такой крупный интересный а внутри веточка с миленькими по краям такие огромные красивые такая красота вообще роза необычные автосалон мерседес тут такой плот и не огромный море машин каких хочешь такая синяя какая-то интересная тут уже другие машины в ламборджине не все любят тут спортивные кто-то любит видно кто-то не любит каждого свои такая интересная оранжевая вообще необычная вообще-вообще плоская ну и тут еще чуть-чуть мерседес выставили сегодня вкусный обед и ужин одновременно на костре пожарили крылья куриные чуть-чуть борща с ребрышками сделали салатик и очень вкусный арбуз попался в магазине алди купила я сладкий на удивление неплохой такой у нас обед у меня сегодня на ужин фаршированный перец салат из синей капусты маринованный и салат греческий такой у меня сегодня легкий ужин папа мне из дома привез огромную шикарную тараньку это он сам ловит ее сушит такая вкуснотища вяленая не то что в магазинах где-то у нас продается что уже старым отдают вкуснотища сегодня я сделала за корзиной бустер за пять франков встретила людей которые мои подписчики уже не первый раз так встречаю здесь в отсеконе и мустере приятно что меня узнают что я не так сильно отличаюсь от экранного образа который здесь получается я рассказываю как бы свою точку зрения ничего не приукрашиваю просто говорю как есть поэтому вот как то так получается еще на днях мне просто положили в почтовый ящик листик такой там оказывается было через переводчик я поняла что заказное письмо какие-то там документы и мне надо было получить это письмо в течение двух дней в устаре получила это письмо и это оказались мои документы оказывается так присылают уведомления когда отправляют какие-то более серьезные документы их можно получить только с паспортом вот я так получила на почте сейчас покажу как это все было такое письмо было внутри там документы сейчас откроем описание этих документов и какие-то мои данные пластиковая карточка с продлением статуса еще на один год до этого я слышала от людей разные догадки которые говорили что вместо пластиковой карточки придет бумажное подтверждение что вам продляют просто еще на год нахождение здесь но новой карточки не будет а просто будет печатная бумага и вы будете предъявлять еще дополнительно эту бумагу но это всего лишь были слухи и возможно кто-то может еще так думает но к сожалению или к счастью это не так а это пластиковая карточка такая как была до этого предыдущая все тоже самое куда теперь старую девать честно говоря не очень понимаю как тут с этим ликвидируют но вот еще одна карточка у меня сегодня 2 июня уже прислали счет на оплату медицинской страховки медицинская страховка у меня 354 франка выходит и вот так уже все это прислали для того чтобы я оплачивала уже за июль но я обычно себе выставляю и плачу это попозже то есть тут вот так пишут что надо оплатить до 1 0 7 и обычно я так плачу до 1 0 7 медицинская страховка фирмы санитас все-таки в швейцарии можно хоть немного на чем-то экономить поэтому вот получилось именно так у нас обе пришла праве проверить что у нас в этот раз было в корзине за 5 франков взяла я из холодильника такие пирожные круглые иногда на работу еду и что-то с собой в поезд беру 2 буряка одну красную луковицу подумаю может какой-то салат сделаю сладкий перец красный и желтый обе не трогай огурец нельзя один огурец чуть-чуть морковки борщ можно было готовить лук виноград подпорченный ну хотя бы что нибудь там переберу то выберу придавила уже такое подспевшие киви но вкусно первый раз такое увидела какие-то шоколадные перцы что это такое за шоколадный перец вообще но у него такой цвет интересный он плотный это не испорченный перец им просто такого цвета насколько поняла что он сладкий но их никто почему-то не брал попробуем что это такое сетка картошки два с половиной килограмма одну дыню немножко разных таких пирожен как десерт и такое вот моя открылась и оказались достаточно такие крупные у нее цветы интересные часть я уже по срезал нашу но по цветам часть еще открывается и купили сегодня такую рубашку неплохую легкую на лето такую вот рубашку купили только тут немного другая ткань она уже чуть поплотнее но тоже неплохая на лето отличная такую сиреневую она такая интересная ярко-сиреневая цвет на камера нормально не передает тоже средняя по плотности приятная ткань идем гулять аби это дело любит домой заходить не хочет мы уже доедаем редиску свою тут немного у нас горох уже такой покрупнее стал помидоры подрастают немного помидоры адаптировались уже и в пакете наконец-то попроклёвывались огурцы и укроп там здесь немножко горошка посадила и так вот как-то мы чуть-чуть делаем свой огород помидоры помельче но тоже такие неплохие так замульчировала помидоры не сильно слизни ели и плюс хоть немного как-то влага подольше держалась и на удивление начали они побыстрее расти такие более активные стали уже огромные помидоры в ведрах нашла такие палочки для орхидеи только они большие взяла их чуть-чуть подперла вот так у меня как-то здесь уже повылазило тоже все в перемешку но что-то я попрорываю что-то оставлю даже взошла какая-то картошка видно я на дно немного кидала отходов так как-то вот проросло все тут за домом мой огород тоже я подкидывала тут состриженную трогу плюс немного с ведер нашу воду поливаю помидоры стали подниматься слизни уже толком нет из-за того что более засуха такая конечно перец так и стоит объеденный немного отходит уже так вот как-то у меня с огородом не знаю будет толк или нет ну я посадила надеюсь на хороший урожай к нам сюда много приезжают разных отдыхающих просто на выходные на машинах потому что рядом лес природа видно из города сюда приезжают и сегодня тоже тут такая какая-то встреча постараюсь вам немного показать издалека опустили табличку и там в этот ангар приезжает машина люди отдыхают столик ставят можно так немного отдыхать отдых на свежем воздухе там есть вода туалет все необходимое плюс можно распалить костер и так в пятницу люди собираются несмотря на то что жарко но вечером как раз очень мы во время готовки меряем температуру продуктов и заполняем такие температурные листы потом задаем их во сколько мы начали работу во сколько мы закончили работу какая была температура продукции у нас специальные бесконтактные термометр для еды так вот мы на разное то что готовим все заполняем я немного не успела заполнить взяла домой завтра принесу и оставлю там где мы оставляем для руководства папа когда ко мне зимой приезжал мы покупали проездные по всей швейцарии ездили но к сожалению за тот месяц пока он здесь был он ездил всего лишь с чеком такой распечаткой которая была вставлена в специальный как файлик там нам дали конвертик он предъявлял показывал со своими документами что у него оплаченный проезд на весь месяц а потом уже где-то через пару месяцев пришла мне по почте его пластиковая карточка с сбб она у меня так лежала я не думала что мы еще настроимся на такую тяжелую поездку и папа еще ко мне приедет но он все-таки приехал мы опять воспользовались этой пластиковой карточкой сегодня я купила ему проездной только мы решили немного сэкономить мы не планировали покупать проездной по всей швейцарии хотели купить проездной только по кантону цюрих и за этот месяц поездить что-то посмотреть здесь в цюрихе возможно куда-нибудь полететь отдохнуть во время отпуска и вот чтобы сэкономить на проездном я планировала купить проездной за 242 франка который по всем зонам идет но в итоге мне подсказали там напомнили в очередной раз на кассе так как я не он не онлайн покупала я же не себе покупаю себе онлайн покупаю а так мы пошли в кассу и мне предложили взять проездной на все зоны которые действуют после 9 часов утра и он там стоил что-то в районе 134 франков конечно же его более выгодно взять мы так и воспользовались этим так как папа здесь не работает ему так рано как мне ехать никуда не надо а если днем он куда-то будет ездить то ему достаточно такого проездного так мы немного сэкономили на проездном и решили эти деньги потратить на вещи вот такой у нас сегодня был интересный день готовится ко сну всем спасибо за ваши лайки за просмотры за подписку обязательно ставьте пальчик вверх она этому будет рада всем пока пока пока